Хрум-хрум подкаст. Собираемся, еще раз пишем. Раз, два, три. Мы год не виделись. Камера, мотор, дубль три. Дима, Дима, хочу с тобой поговорить. Подожди, не сосредоточься. Раз, два, три. Такой вот лайфхак, как не выглядеть опухшим после новогодних праздников. Пригласите на свидание. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, здравствуйте. Меня зовут Кристина Бокс. Я фотограф, видеограф, продюсер и контент-мейкер. И сегодня у меня в гостях мой друг, мой любимый, мой любимый одноногий азиат. Сегодня у меня в гостях Дима. Кима! Всем привет! Я Кима Дима, мотиватор, инфлуенсер, социал-мирия, танцор. Человек, который помогает людям верить в себя. Человек, который работает в организации с инвалидами. Писатель. Кто я еще? Тусовщик. Пожиратель вкусной еды. Ну и вроде все. Попробуем сделать это интервью максимально коротким. Дим, хочу с тобой поговорить про твои успехи и достижения. Мы год назад с тобой снимали документальное интервью, которое показывали на большом экране и участвовало в кинофестивале. Да, про мой камин-аут. Про твой камин-аут, где вы можете на его канале посмотреть и ознакомиться. Это был очень успешный проект. Дим, самая-то главная новость-то какая? Это твоя кнопочка серебряная. Покажешь нам ее? Покажи, похватывайся, пожалуйста. Ну ладно, чего уж. Да. Кленно, классно. Заслуженно. Скажи, как долго ты делал что-то, чтобы получить эту кнопку? Я делал контент в течение четырех месяцев, и на четыре с половиной месяца я получил эту кнопку. За четыре с половиной месяца я набрал сто тысяч. Как часто ты выкладывал? Два раза в день. Это на шортах, правильно я так понимаю? Я, да, сделал YouTube на шортах, на коротких видео. Вау. Помимо этого у меня были, конечно, и длинные видео, и, ну, в основном весь мой, все мои подписчики прошли с коротких видео. Для чего вообще тебе YouTube глобальная цель? Вообще моя глобальная цель – это о том, чтобы показывать свой внутренний мир, свои мысли, показывать, кто я, про что я, и чтобы людям это откликалось. Если вы хотите открыть свой канал, просто понимаете, что вы можете дать этому миру. Каждый из нас может дать что-то этому миру. Просто разберитесь себе, дайте этот посыл, поймите, про что вы, что вы можете сказать, и просто делайте ролики, накладывайте свой голос, свои мысли, и про то, что вы, и к вам придут люди. Я хочу, чтобы это был краткий веселый подкаст. Я знаю, что у тебя очень много достижений было в прошлом году. Скажи мне, пожалуйста, почему ты такой красивый? Сегодня всего лишь пятый день после Нового года, а твое лицо сияет. В чем секрет твоей красоты? Почему ты не опухший после гулянки? На самом деле, спасибо. На самом деле, очень было опухше. Я понимал, что сегодня будет подкаст. Пошел с утра сделать кардио на час. В кофте час кардио, чтобы все из меня вышло. Выпил мочегонку и сходил в спа. Вот такой вот лайфхак, как мне выглядеть опухшим после новогодних праздников. То есть одного дня хватает? Мне да. Вот у тебя, например, свидание года. Свидание года. Где же это свидание? Свидание года. Пригласите на свидание. Да, перед ним рождение. Он очень любит кардио. И Кристину тоже. Нас вдвоем учатся. Короче, ладно. Ну так я не против. Свидание года. Свидание года. Твой секрет. Как подготовиться по свиданию года после Нового года? После корпоративов. Как подготовиться по... Не ходите на свидание после корпоративов. Но если уж прямо вот так вот случилось, и вы встретили принца, принцессу, и вам захотелось это сделать, соответственно, меньше ешьте перед свиданием, потому что соль, сахар, все задерживает. Лицо выглядит опухшим. Делайте кардио, ходите в сауну. Пейте больше воды. Ешьте меньше сладкого, меньше соленого, и все у вас будет классно. Ну и выпейте мочегонку. Не перед своим свиданием, но утром. Да я знаю, что ты зависим в еде. Очень. Ты можешь назвать, что это зависимость твоя? Я считаю, что каждый человек зависим. Назвать себя, я бы назвал себя супер зависим от еды. Я обожаю еду. Любим. В любимых аспектах. У меня нет любимой еды. У меня еда любимая вся. У меня нет того, что я не ем. Я ем абсолютно все, кроме всяких там букашек, таракашек. Это мне вообще не прикольно. А так, в целом, я люблю любые кухни мира. Я обожаю это все поедать. Я постоянно это ем в своих социальных сетях. И многие говорят, что я ем аппетитно. Хотя для меня я просто уничтожаю еду, потому что я кайфую. Наверное, из-за этого люди, им нравится это. И поэтому я знаю, что мы сегодня будем есть. Да, у нас есть пару заготовок. Мы взяли парочку еды и будем просто поедать. Потому что эти микрофоны создают вкус еды. Звуки еды. Я специально не ела целый день. И давай, неси, что ты хотела там покушать? Уже будем сейчас? Да, чего? Глаза загорелись. Ну, житель. Давай я как его. Надо здесь как-то по очереди. Что это делать, сексуальнее или как это делать? О, хорошее задание. Покажи, как есть сексуально. Я не знаю, как есть сексуально. Я ем просто, как я ем. Так, это у нас пита с холмсом. А мне учили, что на каких-то женских практиках, меня учили, что надо прям... Может быть, я не хожу на такие вот ехавшие практики. В общем, это пита. Слышно? Да, чуть-чуть. Следующий вопрос. Что бы ты выбрал? Еда или покушать, или кекс, если мы понимаем, о чём я. Если ты понимаешь, о чём я. Нет. Сон или еда? Еда. Ты любишь готовить? Я люблю готовить, я люблю есть. В чём твой секрет, почему ты такой красивый? Спасибо. На самом деле, многие люди мне говорят этот комплимент, а я иногда порой сам не могу в это поверить. Наверное, скорее всего, это всё потому, что где-то внутри себя я до сих пор не могу в это поверить. Хотя, может быть, где-то я уже стараюсь. Но я бы не сказал, что я красивый. Харизматики, наверное, больше подходит. Вот. Но в чём секрет? Да я не знаю, наверное, от того, что я кайфую от жизни, от той еды, которую я кушаю. И я знаю, что мне надо заниматься спортом, я им занимаюсь. Я делаю всё для того, чтобы сделать себя лучше. То есть ты диету никогда не держишь? Слово «никогда» такого не использую в моей жизни. Я иногда очень много ем, а потом просто беру себя в руки. И не то чтобы не ем, я себя лимитирую в чём-то, либо отрабатываю это в зале. Как часто ты ходишь в зал? Стараюсь каждый день. Бывает иногда, что раз в неделю, раз в два недели, в зависимости от моего образа жизни. Но вообще стараюсь каждый день, потому что зал для меня — это как основа моего распорядка дня. А ты веришь в идеологию, если ты с удовольствием даже принимаешь пищу, какая бы она ни была вредная, ты не потолстеешь никогда? То есть есть такая... В какой-то степени, да, я в это верю. В какой-то степени я это верю, потому что есть кейсы, есть люди, которые действительно едят всё, что угодно, и они не толстеют, хотя до этого они поправлялись. Где-то это на психологическом, на психосоматике, наверное, это работает. Но со мной так не работает. Потому что я очень люблю себя поругать, и лишний раз, когда я съем тортик, я ем его и трогаю свой живот. Соответственно, всё откладывается, хотя со стороны люди этого не видят и говорят, да ладно, какой у тебя всегда пресс? Неправда, я знаю, когда у меня идеальный пресс, когда он не особо идеальный. Я очень перфекционист к себе. Наверное, это мне и помогает держаться на плаву. Я не могу себе позволить сильно растолстеть, может быть, либо позволить себе постоянно есть еду и не заниматься спортом. Какой бы ты дал совет людям, которые очень сильно любят есть, но полнеют быстро? Я бы дал им совет. Я не раздачник советчиков, но я бы сказал так. Пробуйте, если вы любите есть. Я тоже очень сильно люблю есть. Поверьте мне, безумно. Все мои друзья знают. Если вы на это жалуетесь, если есть люди, которые кушают и не жалуются на это, они довольны своей фигурой. Но если вы кушаете и жалуетесь, что вам что-то в себе не нравится, тогда вперёд и займитесь спортом. Здесь вас жалеть никто не будет. Идите спортом, занимайтесь, ходите. Ходьбой не можете заниматься спортом? Придумайте какой-то вид спорта, который вам нормальный. Многие говорят, я не могу заниматься спортом, потому что у меня ноги, кости больные и так далее. Найди себе спорт, который будет тебе уместен. Плавание, бег, танцы, ходьба. Просто ходьба вокруг дома. 20 кругов сделал утром и вечером. Пожалуйста, слушай спортом. Но некоторые в итоге занимаются спортом ради того, чтобы как раз-таки покушать. Да. И это окей, как ты считаешь? Я считаю, окей. Если ты хочешь сжечь, так скажем, ту же шоколадку, и ты сделаешь это на тренажёром зале, так, пожалуйста, делай, что ты хочешь. Такой замкнутый круг, и фигуру ты нормальную никогда не увидишь. Ну да, это уже зависит от тебя, что ты хочешь. Потому что если я хочу идеальную фигуру, которая мне только нужна, я не могу постоянно есть то, что я ем на выходные праздники. Я позволяю себе это делать. Месяца два, три, четыре я хожу в таком теле, а потом я берусь за себя и полностью урезаю, например, хлеб, сладкое, и сажусь на рыбку, курицу, гречу. И вот так вот в течение три месяца. Зато я получаю свой результат, и я им доволен. Давай по огурчику. Хороший не. Хороший не. Еще, кстати, классно, когда в огурчике, если любишь остренькое, добавляешь табаско, сколько ты любишь, закрываешь, взбалтываешь, и он настаивается в табаско. И получаются уксусные остренькие огурчики. Если ты себе даешь слово, то ты обязательно его выполняешь? Не всегда, но я стараюсь это сделать. А как ты относишься к аскезам? Для меня это очень серьезная тема. Аскезу, если я беру, если честно сказать, я взял ее один раз в жизни. На что я сегодня стекляю? Я взял аскезу четыре месяца не тусоваться в ночных клубах. Я не сказал четыре месяца, я сказал месяц, я не хочу тусоваться в ночных клубах. Объясню причину, почему я не хотел тусоваться в ночных клубах, потому что меня это немножко давало те мысли, которые меня печалили. Я почему-то расстраивался в самом себе, сама оценка рушилась, сон. Какое-то общее состояние мое, и я подумал себе, дай-ка я возьму аскезу на месяц. Это было так страшно. Аскезы, это же прям серьезная тема. Ты хотел что-то получить взамен, когда берут обычно аскезу. Да, я какую-то глупость загадал, мне просто было интересно, смогу ли я. И я сделал четыре месяца вместо одного, и был себе доволен. Даже берут на любовь к себе, например. Да, я знаю, но мне и без этого было файн. Мне было просто понятно... Просто сам для себя сделал аскезу. Просто для себя сделал аскезу, да. И она сделалась на четыре месяца. Поэтому это классная вещь, она очень серьезная. Вау, ты проходил какие-то курсы, или это все интуитивно, ты понимаешь, как это делать? На самом деле я проходил... Вообще в моей жизни, ты знаешь мою историю, это все на базе моей истории. То есть после потери ноги, вообще до истории на моей ноги, откуда я вышел родом, как я проходил свои цели, как я достиг вершину в Российской Федерации, как я из Российской Федерации вылез уже на Америку и так далее. То есть это опыт жизни, который был связан с моими ситуациями в жизни, и это выросло в огромный мой жизненный опыт. И отсюда же я понял, чем я могу помочь. Когда люди начали спрашивать совета, и я понимаю, что мой совет иногда может дать хорошие плоды человеку, а человек становится, он верит в себя, он начинает что-то делать, он загорается, он замотивирован. Я понимаю, что мне нужно как-то это использовать. Я закончил школу по коучингу. Те люди, которые обучаются коучингу, то есть наставничеству. И я прошел курс наставничества, теперь я сертифицированный коуч, который может конкретно провести человека до его целей и дать ему понять, что ему конкретно нужно. Топ вопросов — это чем ты зарабатываешь на жизнь. То есть коуч-сессия? Да, коуч-сессии будут. Коуч-сессии будут, будет это дорого, и это будет мой достаток. Сказал бы я, что это будет мой официальный достаток, главный? Нет, потому что у меня очень много отраслей, где я могу сделать деньги. И я не приписываю себя к определенному какому-то ключу. Если людям всегда интересно, кто он, где он зарабатывает, почему он позволяет себе вот так, вот так. Я объясню вкратце пару моментов, в которых я кручусь, так скажем. Так как я раньше был танцором, почему раньше? Потому что в моей жизни сейчас танцев уже особо нету, это бывают редкостные мероприятия, где мне просто хочется получить half-fun. Но я перешел в отрасль-модель. Модель у меня подразделяется как не просто модель, а модель с ограниченными возможностями. То есть, как в Америке называют, с уникальными способностями. Мне больше нравится эта специфика. Соответственно, у нас и рейд другой, то есть цена другая, и, соответственно, коммершалы другие. В основном мое агентство работает с огромными брендами, это международные бренды. То есть, если я беру один коммершал, скажем, там в полгода и делаю его, то мне хватает денежек на 3-4 месяца, потому что коммершалы обычно они глобальные и платят хорошие деньги. Это один мой доход. Я зарабатываю как модель, ампутированная модель, так скажем, по определенной специфике. Вторая моя отрасль – это Infinity Flow. Это команда людей, которая работает с людьми с ограниченными возможностями. Кто-то видит в моих социальных сетях, что я работаю с людьми с ограниченными возможностями, мы помогаем, делаем флешмобы. Я один из организаторов этой команды. Это команда Infinity Flow, которая работает на говерменте USA. Это самая большая комьюнити в Лос-Анджелесе. То есть мы самые большие презентеры комьюнити людей с инвалидами. Вот, это мой второй доход. Третий мой доход – это риелторство. Там, где я… У меня есть маленький домик в Биг Берри. Об этом, может быть, не все знают, кто-то знает, обращайтесь ко мне. Есть домик в Биг Берри, где я занимаюсь short-term rental. То есть означает это краткосрочный аренда жилья. Поэтому у меня есть маленький домик, с которого я имею доход. До февраля все забуканно. После февраля пишите звонить. Сейчас я занимаюсь книгой, которая мне еще не приносит достаток. Но я очень надеюсь, что моя книга войдет на рынок. И я не хочу с нее выиграть какие-то огромные миллионы. Конечно, мне бы это хотелось. Это было бы огромным бенефитом. Но главная цель моей книги была для того, чтобы я мог что-то в этой книге кому-то и как-то помочь своим опытом и своей историей. И я всегда думал, как можно оставить после себя какой-то маленький вклад в этот мир, когда после тебя что-то останется. Я думаю, что книга – это именно то, когда она останется, и она будет проживать свою жизнь и помогать другим людям. С какого ты момента решил, бах, я сделаю книгу? Понятно, но многие допускают такое мысль, или фильм снять, или книгу написать. А вот какая-то ключевая точка была для тебя, такое, все, я решил, буду сейчас писать, и сейчас буду организовывать все. Что послушало? Всегда в моей голове было, а вот бы рассказать людям, знали бы они на самом деле, через что там я прошел. Я не говорю, что каждый из нас проходит глобальный, у всех определенный какой-то этап жизни. У каждого он сложный, нельзя сказать, что у тебя там меньше, чем у меня. У каждого, каждый переносит свое. Каждому дано то, что он сможет пережить, либо ему надо это пережить. Но у меня таких в жизни моментов было очень много, я не знаю, и вот они очень были такие, очень сильно глобальные. Вот как потеря ноги, как вырасти одному без родителей, как вот, ну то есть очень глобальные темы были. И я всегда думал, как бы это можно просто рассказать. Но когда в голове у меня было написать книгу, я не мог это писать, как это написать книгу. Я там два предложения, в двух словах две ошибки сделаю. Ну какая мне книга? Вот. Но потом, совершенно сейчас же, можно сделать все, что угодно. Ты можешь работать с людьми, ты можешь говорить голосовым, это все может красиво распечатать. И всегда это мне было в голове, и я всегда боялся. Всегда боялся, потому что, блин, а как же так? Это что-то новое. И находились отговорки, ой, не сегодня, ой, денег нету. И это вот называется выход из зоны комфорта. Когда тебе страшно, когда тебе лень, это просто тебе страшно идти во что-то новое. Мне было страшно очень долго. После потери ноги, я все думал-думал-думал-думал, и вот все, сейчас-вот час-вот час. Вот уже вот час-вот час-вот час. И потом все-таки в моей жизни мне опять пришёл человек, который сказал, а чё книгу не пишем? И я сказал, да вот что-то. Давай прям сейчас пиши. А как, чё сейчас? А у меня есть редактор, свяжись с него, телефон прямо сейчас напиши. У меня мурашки по коже. Я понял, что именно сейчас мне надо написать. Анастасия Кера, тебе привет. Ты не празднуешь свой день рождения. Обычно ты не празднуешь. Почему? Да, обычно я не празднуют свой день рождения. Ты жалеешь денег? Я жалею денег тоже. Не хочешь транжирить? На самом деле всё печальная история и более трагичная. Я не празднуют свой день рождения, потому что я его никогда не праздновал в детстве. У меня никогда не было день рождения, мне никогда не восстанавливали его родители. У меня никогда не было праздников, шариков, подарков. И я не знаю, каково это быть именинником. То есть in general, конечно, понятно, ты такой весь именинник и так далее, но я не понимал состояние, когда тебе приходят, обнимают родители на утро с шариками, подарки. Мне не знакомо это ощущение. Мне обычно это ощущение знакомо как одиночество. В тот день, когда хочется плакать, потому что нет рядом родителей, тебе никогда не дарили подарки, у всех показывается по мультикам, это какой-то глобальный день, а ты в этот день понимаешь, что ты супер одинок, и ты нафиг никому не нужен. Это моя детская травма. Соответственно, когда я начал расти, для меня этот праздник так и остался какой-то травмой. В самом деле, очень много опыта в моей жизни, где я всему научился сам через себя. Это говорит людям, нет. Это чувствовать себя уверенно. Даже после потери ноги, когда ты понимаешь, что ты больше не такой, как все, прийти в норму в себя, соединиться с самим собой и поверить в то, что ты уникальный. И эту уникальность настолько проявлять, чтобы люди чувствовали от тебя энергетику. Какой ты класс, за тобой шли. Это тоже нужно уметь. И это все, конкретно весь свой опыт, я это скоро все скомпонирую и буду запускать через YouTube. Поэтому это будет мой еще один определенный достаток денег, но это даже не про достаток денег. Это будет про то, что наконец-таки я найду себя, как я смогу себя проявить, если это еще поможет кому-то. Это вдвойне прекрасно. Какой самый популярный вопрос у мальчиков? Какой самый популярный вопрос у девочек? У девочек. Как мне поверить, что я уникальна? Как мне поверить о том, что я самодостаточна? Это, в принципе, для меня элементарный вопрос, который я могу дать каждый индивидуально. То есть это не просто вопрос, который я могу всем... Он очень индивидуальный. То есть тебе это подойдет, другое это не подойдет. Скажи мне, на моем примере. Мне нужно знать именно полностью персоналити человека. На моем примере скажи. Вопрос. Дима, как мне стать более самодостаточной? Более самодостаточной, мне кажется, тебе становиться не надо. Тебе нужно поверить в то, что ты уже достаточно. Просто тебе в это нужно поверить. И ты это прекрасно знаешь. Ты знаешь, кто ты есть. Ты просто иногда себе ищешь поводы усомниться в себе, тем самым притягивая людей, которые тебе дадут усомниться. А тебе надо, когда эти люди приходят в тебе усомниться, ты должна понимать, что со мной все в порядке. Уже все в порядке. Спасибо, что ты пришел. Спасибо, что показал. Но меня это больше не трогает. Мне не надо показывать, что я настолько суперсексуальна, потому что сексуальность конкретная, она в твоем ключе. Не такая сексуальность. Си-си-жопа, красота. Твоя сексуальность в уме и в характере. Характеры. И тебе надо это принять. Ты не можешь быть тупой сукой сексуальной, потому что такой не являешься. И тебе сложно будет бежать за этим образом, потому что это не твой образ. Твой образ быть собой, именно сексуальность в уме, в подаче и в характере. Итак, завершая наш подкаст, я хочу тебя поздравить с наступающим днем рождения. И чтобы побольше было вот таких вот кнопочек. Но главное, это не кнопочки, а главная твоя мотивация, которую ты даешь людям. И я знаю, что очень много ты помогаешь людям. И чтобы тебя было еще больше, и у тебя было больше силы и власти помочь людям. Спасибо за то, что ты делаешь. Спасибо. Поедим, попробуем. Давайте, держи себе. Ленант. Насчесть в хубус. Короче, мы начнем с еды. Тихо. Пошел бы на танцы тогда, когда мне сказали идти в торгово-экономический. Ты любим. Будь любим. Ты любим. Не думать слишком много и не придумывать себе каких-то непонятных историй. Ты классный. Ты сделал все правильно. Да, конечно. Маму. Маму. Да, без разницы. Турция опять живет. Да, я не знаю. Да, я не знаю. Да, мне нету такой прям куда-то, куда-то. Окей. В Швейцарию. А я бы сделал фонд для дома, для животных. Помог бы всем своим близким родственникам. Сделал бы вклад, провернул бы эти деньги и сделал бы еще кучу денег. Устроил бы пир для своих близких, а остальные деньги разделил между ними. за то, что я родился собой. Да. 31. Сразу пришло добрый, но что-то не про меня, как будто. Веселый. Мир во всем мире, нет войне. Мою собаку, огонь, воду. Нож своего любимого человека, где он лазит. И еще одного любимого человека. Ну, чтобы весело было. Да. Верь в себя. Верь в себя. Не думай о том, что кто-то что-то а нам надо? А нам нужен вообще бойфренд? Ну, я подарил бы себе классную виллу. Я бы не против. Было бы классной виллы. Для самого себя. От бойфренда кучу классных, искренних, настоящих эмоций, которых я бы разделил с ним еще с кучей людей и кайфовал, и вообще не против. Несколько вы ожерели от Чапарда и Кортье. Что такое любовь? Любовь это свобода. Почему-то у меня вышло в голове. Свобода любить, свобода в слове, свобода в проявлении себя, в уважении и поичтении и уважении законов друг друга. В чем сила, брат? Сила в правде. Любить себя, любить ближних, дарить любовь и принимать ее. Спасибо.